Вот эти соревнования мы имеем с вами возможность... Да, ну вот, вот, спасибо. Спасибо нашим режиссёрам, нашим операторам. Мы видим с вами схватку Натальи Кузюдиной против Китти Брейвик. Всё в наших силах. А поэтому Брейвик и получила, да, сейчас предупреждение? Ну, это то самое предупреждение, которое никак не отразится на итоги, если не будет второго. Вот я перед началом соревнования, я уже говорил, беседовал с Антоном Семёновичем Рахлиным, главным тренером сборной команды женской, сборной России. И спрашивал его о как раз функциональном и, наверное, большинстве не психологическом состоянии наших девочек после чемпионата Европы. И вот то, что касается Кузюдиной, он сказал, что такое ощущение, что, в общем-то, ничего особенного не произошло в её спортивной биографии. Точно так же ровно, спокойно, целеустремлённо и профессионально, что ли, да, готовится ко всем соревнованиям. То есть как положено профи? Это Кики Брэвик тоже очень известная спортсменка, призёр очень многих соревнований. Она ещё как в Европе была. Ну, второе предупреждение, это уже зажглась единичка на полу. И это второе предупреждение тоже, на мой взгляд, вполне логично по как раз положению дел на татами. Нет, не дали, не дали начала отсчёта, но там довольно сложное было положение. Вторая нога была совершенно свободной. Уже совсем немного времени остаётся до конца. Основного времени поединка, скажем так. И вновь Кузюкина намного выглядит активнее. Да, из этого положения, конечно, теоретически возможно перейти на полевой, но для этого надо было перевернуться в верницу. Теория с практикой в данной ситуации не совпадает. У Голландки, собственно говоря, отступает некуда, потому что она проигрывает. И, как это очень часто бывает, ведущий с небольшим преимуществом пытается дистанцироваться от борьбы, но судья это в секунду очень-очень-очень строго. Ну, если нормальная тактическая работа, то, что она очень грамотная достаточно построилась, молодец. И что его у него в финале? Света Мурики. Да, это будет схватка чемпионки Европы против чемпионов мира и олимпийских чемпионов. И мы получили финал в самой категории.